Каждому человеку однажды приходится принимать одно из самых важных решений в своей жизни – выбор будущей профессии. Кто-то заботится о финансовой составляющей, кого-то интересует карьерный рост и статус, но есть те, чье призвание выбрано сердцем. Молодые специалисты, отдавшие предпочтение служению своему народу, сегодня трудятся в силовых структурах. Начальник Брестского межрайонного отдела Следственного комитета рассказал о том, какими навыками и знаниями должны обладать молодые следователи. Безусловно, нужно учитывать, что из себя представляет профессия следователя. Это работа специалиста-юриста, в первую очередь. Это работа психолога. Это работа интеллектуала в различных областях, потому что мы можем расследовать как обычную банальную кражу, так можем и расследовать сложные экономические и коррупционные преступления. Безусловно, необходима соответствующая подготовка. К нам в профессию приходят люди, которые имеют высшее юридическое образование, либо среднее специальное образование. Безусловно, эти ребята тоже проходят определенный отбор еще на стадии поступления в высшее учебное заведение, либо в среднее специальное учебное заведение. В частности, в интересах Следственного комитета подготовку следователей будущих осуществляет Академия Министерства внутренних дел. А также уже два года мы набирали целевиков в наш Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Ежедневный нелегкий труд следователя под силу немногим. Раздумья, смена обстоятельств и людей, меняющиеся события и факты, поиски истины порой долгие и утомительные. Разобраться бывает непросто, особенно тому, кто начинает свой тяжелый профессиональный путь. Нужно быть сведущим во многих аспектах жизни, обладать определенным набором знаний в психологии и хорошо знать закон. И если становится совсем трудно, на помощь молодым специалистам спешат опытные коллеги. Молодыми у нас считаются следователи, которые не прослужили один год. То есть ребята, которые первый год служат у нас, являются молодыми следователями. У этих ребят есть свой наставник, это наиболее опытный следователь, с которыми они размещаются в одном кабинете. Наставники учат молодых следователей, уезжают с ними на места происшествий, помогают им проводить следственные действия. Если говорить про наш отдел, то это самый большой отдел в Брестской области. И, ну скажу так, что мы достаточно молодой отдел. На сегодняшний день у нас проходит службу 15 молодых следователей. Это и юноши, и девушки, которые закончили вузы либо в этом, либо в прошлом году и поступили к нам на службу. Аналитический склад ума и логическое мышление, эрудированность, уверенность в себе, способность оперативно принимать решения – пожалуй, нужные черты для профессионального следователя. Но есть то, без чего точно не обойтись. Профессия должна быть по призванию, по велению сердца. Ведь следователь всегда должен помнить, что его работа помогает восстановить справедливость. И вот тут-то не обойтись без любви к людям, к отчизне, к любимому делу. У героя нашего сюжета еще в школе сформировалось чувство долга перед Родиной и решение о том, в какое учреждение поступить, возникло беспромедление. Так молодой человек из города Иваново окончил Академию Министерства внутренних дел и пришел на службу в Следственный комитет. Я загорелся идеей, что хочу выполнять очень важную работу, защищать Родину и встать на защиту справедливости. Поступил я в 2020 году в Академию Министерства внутренних дел на Следственный экспертный факультет. Окончил я Следственный экспертный факультет в 2024 году, в июне. И с уверенностью могу сказать, что это был нелегкий путь, но тем не менее он был достаточно интересный. Когда мне расписали первое мое уголовное дело, было очень волнительно, ответственно. Я понял, что я буду расследовать его с помощью моих товарищей, с помощью моих наставников. Да, полностью и целиком ответственности, и вся работа лежит на мне, но я знаю, что я всегда могу обратиться за советом к своим товарищам. Я горд тем, что я нахожусь на такой работе, горд тем, что меня окружают достойные коллеги, настоящие друзья, чуткие руководители. И я уверен, что мой путь только начинается, и, соответственно, карьера у меня будет высокая. Молодой сотрудник силовой структуры, яркое отображение активной и одаренной молодежи, которая ведет здоровый образ жизни и заботится о будущем государства. Правильный жизненный ориентир помогает двигаться в нужном направлении даже в самые сложные моменты в жизни. Еще с подросткового возраста я занимаюсь спортом, который проник мне в сердце еще больше в Академию Министерства внутренних дел. Я понял, что это не просто хобби, это часть моей жизни, как и наша работа. Это не просто работа, это образ жизни, потому что следователь — это не тот человек, который работает с 9 утра до 6 вечера. Это человек, который живет своей работой, живет жизнями других людей и, соответственно, проникается этим. Человечность есть в каждом из нас, и мы переживаем, радеем за это дело и прикладываем все свои усилия для того, чтобы справедливость восторжествовала. Молодое поколение перспективных, открытых к новым свершениям специалистов, ставит интересы общества выше своих собственных. В этом и есть основной залог успеха. Алексей, ставший героем нашего сюжета, тому подтверждение. В столь юном возрасте молодой человек занимает активную гражданскую позицию, мыслит глубоко и уверен, что добьется профессиональных успехов. Для меня уже приоритеты не только мои личные интересы, но и интересы общества. Я научился преодолевать преграды благодаря обучению в Академии МВД, работе в Следственном комитете. И на самом деле продолжая совершенствовать это умение преодолевать трудности, даже в самые трудные моменты в моей жизни, двигает мной не денежное довольствие, а скорее ответственность за судьбу людей. Наша задача восстановить справедливость в обществе, сделать так, чтобы бандит, преступник был подвергнут справедливому законному наказанию. Ну и соответственно был осужден судом Республики Беларусь. Закон «Справедливость Отечества» – три слова, на которых сиждется работа сотрудников Следственного комитета, укрепляя в них чувство патриотизма и гражданской ответственности, верности служебному долгу и защите общества.